Всем привет! Сегодня я буду готовить основу для моего домашнего абсента. Для приготовления настойки, из которой я в дальнейшем сделаю абсент, мне понадобятся следующие ингредиенты. Анис, фенхель, бадьян и, конечно же, основной ингредиент абсента это горькая полынь. Все эти травы необходимо смешать и соединить с алкогольной основой. В этой мисочке я уже насыпал 20 грамм полыни. Нам понадобится по 15 грамм фенхеля и аниса. В этом пакете фенхеля как раз 15 грамм. В пакете аниса по 8 грамм, поэтому я добавлю 2 пакета. В меня будет 16 грамм аниса. Ну и также, как бы, не совсем обязательный элемент, но желательно я добавляю вот такой бадьян. Он добавит свою изюминку, запахи и вкусе моего абсента. Вот такой он, звездчатый бадьян, неразбитый. Такие вот звездочки с семечками. Сразу пошел такой аромат. Значит, алкогольная основа у меня будет состоять из полулитра чистой воды и 450 миллилитров 96% этилового спирта. Спирт я взял медицинский, вот такой вот. 96%. Добавляем спирт в воду. Сейчас пройдет первая реакция. Это мут немножко осветлится. Так, мы немного размешаем это все. По-хорошему, конечно, в самой этой смеси водно-спиртовой нужно постоять, ну, может быть, денечек. Но у меня она постоит уже вместе с травами. Значит, пошла небольшая реакция, баночка слегка нагрелась, может быть, видно, как вверх запотел. Значит, в итоге у меня из полулитра воды и 450 миллилитров 96% спирта получился раствор 45% спирта. То есть здесь, ну, как бы, вот литр 45% спирта. И добавляем теперь наши травы. Так, аккуратненько. Чтобы не просыпать. Так, все. Теперь закрываем крышкой. Крышечка не та, по-моему. Ладно, для начала сойдет и это. И размешаем. Можно поставить эту смесь на водяную баню. И тогда настойка для производства абсента будет готова уже через 12 часов. Ну, как бы, мне торопиться некуда, поэтому я уберу сейчас эту смесь. Ровно на одну неделю в темное место. После истечения недели достану и посмотрим, что у нас получилось. Всем спасибо за внимание. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok